Всем привет, с вами Апогеус 2. В этом видео я смонтировал непосредственно конструирование автомобиля изнутри. Снят ковер, очищение полов от ржавчины, полная уборка, укладка рубероида и утеплителя, засиликонивание дыр, постройка кровати и утепление окон. Прошу меня извинить за низкое качество звучания, ибо снимал на телефон, и посторонний шум имел место быть. Ну а теперь погнали! Работа у нас идет. Открываем, отстегиваем, откручиваем, отвинчиваем ремни безопасности, дабы снять ковер, который находится за ними, и устранить так называемую течь. Посмотрим, что из этого получится. На самом деле нужно все ремни будет снять, а там еще один, и вон там еще один прикрепленный к полу. Продолжаем снимать ковры. Вот что получается. У нас тут с нами жил таракан, оказывается, который больше тут не живет. Сейчас мы его выкинем. Вот куски его, лапы какие-то. В общем, бегал, шевелился, и все. Лафа закончилась. Вот, значит, панель сняли, она уже идет с утеплителем. Но, что здорово! Сегодня же взял рефлектик с так называемым утеплителем. Мы его будем сажать на суперклей, который клеит и к металлу, к полосмасе, к винилу, к дереву, к чему угодно. Работаем также над... Сейчас покажу. Так как тут была течь у нас, лик так называемый, он шел вот здесь по порогу. Сверху, с двери, с двери, с двери, вот отсюда с крыши. Вот отсюда все это дело сливалось. Шло вниз. Шло, 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 шло. Ну, значит, и здесь вот заканчивалось. Кусок был вот этой материи черной оторван. Вот этого силикона заводского непонятно. Он там уже частично не то чтобы сгнил, а весь его разъел. Вот поэтому сейчас будем новый силикон сюда заливать. Плюс одновременно налил на ржавчину специального растворчика. Ржавчину это немножечко ослабил. Железной щеточкой пройдусь и удаляю. Ну, пока вот в таком состоянии все находится. Кстати говоря, вот это родной домкрат Шевиастра. Интересная штучка такая. Самое интересное оказался рабочим. И он оказался на месте. Так, силикончик у нас тут. Вот мы им сейчас заделываем тут все. Вот панельечка. К сожалению, не смог открутить. Заржавели. Надо высверливать. Сверла нет, поэтому так на вторую руку, скажем, выстроим такая починочка. Вот мы прошли силикончиком. Все, значит, сделали. Вот с самой крыши начинаем швать отсюда. Тут уже у нас схватилось. Я так полагаю. Течь будет не такая сильная. Поэтому сейчас мы вот эту штучку обратно приставим вот так вот. Ну и приверьте мы ее. Происходит у нас чисто ржавчание. Сейчас, скажем, отрываем кусками. Застушим. Заполюсосим. Протрем красиво. Вот, пожалуйста. Зачистили. Пропылесосили. Сейчас будем укладывать рубероид. Он, правда, узкий. Вот вы его можете наблюдать. Вот он у нас стоит черненький упакованный рядом с салфетками. Укладывать. Прямо на пол. Дабы предотвратить расползающуюся коррозию. В принципе, которой не так уж и много. Только вот один кусочек. Его нормально зачистили. Зачистили. Окислили. Все, как полагается. Красить уже не буду. Налью просто хорошего герметика туда. Но на этом будет, наверное, все. Потому что машина не берется тут на 10 лет, чтобы на ней ездить. Поэтому уж наверняка прям так вот делать не буду. Тут целиком уже почти засыхает. А вот можно тут проследить его. А вот он уже идет наверх. Ну, в общем-то, уже почти подсох. Как говорит инструкция, что засыхает за 30 минут. Ну, тут еще немножечко жиденько, потому что здесь прям большие куски она левит. Ну, вот такая вот мелочевка, она уже, как видите, сухая. Зацепили кусок вот такого рубероидика сюда. Специально, чтобы вот сюда не заходило. А теперь, что я хочу сделать, вот такие вот полосочки взять и там, где вместе у нас протекало, вот таким вот образом их приклеить. У нас с нахлестом на кузов и на пластиковый молдинг. Вот так вот сделать. Ну, и хотя бы как-то вот до этого момента, где вот этот стык. Поэтому сейчас будем залеплять. При помощи вот этого клея я взял самой высокой стойкости, липкости. Так, силикон на месте. В принципе, здесь все отлично, никакой влаги нет. Когда нажимаешь, появляются кузырьки водянистые. Здесь все видно здорово, держится на месте. Силикон не отвалился, не замерз, не затрескался. Хотя, когда мы подходим сюда, где силикон, и сверху я дал клеем, мы можем видеть, как вы видите, вот она. Это влага забилась под пластмассовый молдинг. Силикон ее остановил. К сожалению, клей вот этот не выдержал. Как вы видите, он очень легко отколупывается, просто отрывается. Ну, и ко всему я допустил еще пару ошибок. Я его перед тем, как наносить. Вот этот вот железо. Кузов автомобиля не спиртом, ничем не прошел. Поэтому вот, наверное, и сел плохо. Хотя силикон, с другой стороны, сидит отлично. Вот немножечко кусочек задрался, но это не страшно. И вот тут зашла влага. Ладно, это можно все переделать. Вот такая быстрая починка. Вот, как видите, вот весь ваш этот клей. Он как паутинка. Ну, ничего, этим мы займемся позже. Главное, основная проблема была устранена, чтобы просто вода не попадала под сам молдинг, и чтобы далее не затопливало мне вот этот сектор. Она хранится там крат, все остальное. Здесь проводка есть, это задние фонари. Reflectix. Значит, смотрим, что я сделал. Заделал рубероидом дырки, возле которых была коррозия. Вот так мы их, значит, сделали. Все отлично. Прилипло без клея, без какой-либо фигни. Просто приложил, нажал, роликом для краски покатал, и просто все зашибись. Теперь, задача следующая. Вот у нас есть рулончик такой. Вот не вот как раз, и надо будет использовать, и нам надо будет использовать, тогда вот клей. Значит, покрываем поверхность кузова клеем, разбрызгиваем, и кладем правильно заготовленный и вырезанный кусок вот этого вот рефлектикса. Это инсуляция, insulation, утеплитель в какой-то мере, который у нас как раз таки пойдет к самому железу. Помимо всего, это еще неплохой звукоизолятор. А поверх у нас уже пойдет доски, или какой-то другой материал, по которому уже можно будет кладить. То есть, сам по себе пол. Работаем с рефлектиксом, инсулируем. Почти все подходит к завершающему этапу. Конечно, трудновато работать с этой мелочью, которая плохо ныкнет. Большой кусок, конечно, залипает намного лучше. Вырезаю все, на самом деле, на глаз. За исключением тут, конечно, замеряю при помощи вот такой вот рулеточки длину, там, ширину. Все остальное уже подрезаю от как ложится, так и подрезаю, собственно говоря. Вот здесь вот куска не хватило. Ошибся. Сантиметра на два, на три. Получилось вот так вот, как получилось. Так, что еще? Ну, вот такой вот завершающий этап, как я уже говорил ранее, что буду инфулировать только полы пока до стену. К стенам мы придем позже. Кстати, 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 вот эта вот штучка, она не прошла тест на водонепроницаемость. Но зато силикон прошел. Наш тест, силикон самый обыкновенный. Написано, что он против всяких крибков, непромокаемая вода. Еще они дают пожизненную гарантию. Не знаю, на что они дают пожизненную гарантию, но силикон, скажем так, выдержал дождик, который продолжался порядка 10-12 часов. Ну, в общем, вот так вот у нас все с инсуляцией здесь проходит. Сейчас вот маленький кусочек выложу и поедем брать деревянный пол. Вот это ДСП, наверное, что-то такое возьмем. Вот, уже положить и грамотно вырезать таким образом, чтобы его не пришлось прикручивать к железному полу, сверлить дыры, чтобы он просто никуда не катался, а вот четко, ровно его положить куском и пусть себе лежит. Куплен ролл бумажки, на нем будет нарисован пол, автомобиль, который будем покрывать вот этими двумя 2-сантиметровыми простами деревяшек. Сейчас мы их попилим слегка. Дальше я вымерю правильный размер и вот там и контур из бумаги перенесем все сюда, выпилим и поселим. Штрафарет. Мы сейчас его наложим на вон то с прессованным штучком, выпилим, и это будет задняя часть, и потом еще остается спереди. Вот напильничком прошел по заусенцам. Работа по укладке древесно-стружечного покрытия закончена. Вы не поверите, но вот этот вот кусок удался вообще на славу и ко всему в первого раза. Я сам, конечно, удивлен. Ну, что поделать? Вот таков вот результат. Вот он, стык. Немножечко выпирает, ибо доска не такая уж прямая, не такая уж и дорогая, поэтому я довольствуюсь вот такой вот мелочью. Что у нас здесь происходит? Ну, здесь, наверное, теплителем буду закладывать уже потом. Пришлось отрезать вот этот вот кусочек ковра отсюда, потому что не хотел резать дерево, хотел оставить. Здесь еще чуть-чуть подрежу вот этот кусочек, чтобы было красиво. Выпущу коверчик наружу. Ну, что-нибудь присверлим, прибьем, припилим. А так вообще вот по углам. В общем, супер. Все удалось. А вот и кровать. Значит, это сейчас будем делать бейс. Это мы кинем все сверху. Вот такие пару палочек сейчас напилим. Нарежем тут в магазе. Вот у нас тут. Буду делать при помощи все молотка, потому что нет электрической дрели, некуда подзарядиться. Жмем в машине. Все ништяк. Жизнь продолжается. Идет ключом. Вот такая вот штучка смастерилась. Сейчас мы ее забьем сюда. И у нас еще есть одна такая же. Она лежит. Свет, кину кусочек мемяшки. И вот будет наша кроваваярка. И нет ни дрельки, ничего. Приходится выкручиваться по помощи гвоздей, молоточка. И вот такая вот конструкция у нас получается сейчас. Все уже финальная стадия. Все скрипели. Получилось немножечко лучше. Все стоит уже более-менее. Ничего держатся. Чего держатся. Чего держатся. Сейчас мы кинем вот этот кусочек. И вершечки сверху. Забьем еще 6 гвоздей. И все. Она выглядит отлично. Закончили с кровотухой. 4 гвоздя. Все вот так вот отлично. Оставил пока заднее окно. Все остальное позакрывал. То же самое касается этой стороны. Которая у нас задвигается, открывается. Как-то вот так это выглядит. Сейчас сделаем заднее. И все. Сюда вот повесим типа шторки. И можно будет заносить шмот. Распаковывать вот тут матрасец. И все. Построительство шевиастра закончено. И вот что мы можем наблюдать теперь здесь внутри. Вот такая вот чистота. Все у нас подстрижено, подбридо. Завешено, зашторено. Открываем и смотрим. Ну вот примерно как-то так. Вокруг. Почти туда-сюда. Здесь внизу у нас есть свободное пространство, куда можно тоже положить. Спрятать и так далее. Пока еще не забито. Пока еще думаю, что там должно быть и для чего оно там должно быть. Вот рюкзаки. Здесь тоже вот есть свободное местечко. Вот такая вот комнатушка. Ну, в общем-то, удобно. Инсуляции надо побольше. Все будет отлично. Ну да. Вот, пожалуйста. quiz. Ну да. Продолжение следует... treсты